Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаево-Черкесия. События четверга в репортажах наших респондентов. И вот что главное сегодня. Беда уже буквально на днях, я думаю, уйдет небытие. Члены рабочей группы оперативного штаба подвели промежуточные итоги по борьбе с коронавирусом. Не прошло и года, на пустыре уже выросло новое здание детского сада для ясельных групп. В поселке Марайя-Гызын оканчивается строительство детского дошкольного учреждения. В то время уничтожает практически все, иногда даже кости. Древний курган, который соединил в себе несколько исторических эпох. В Ногайском районе археологи ведут раскопки. Купаться еще запрещено, а вот участвовать в акции «Чистый берег» можно. На Зеленом острове чистят береговую линию от мусора и готовят инфраструктуру пляжа купальному сезону. Сегодня в парламенте Карачао-Черкесии прошла очередная восьмая сессия. Законодатели под председательством спикера Александра Иванова рассмотрели 27 вопросов. Разработка и принятие ряда законопроектов было обусловлено изменениями федеральных законов, внесение которых связано с ситуацией пандемии и принимаемыми мерами по нераспространению коронавирусной инфекции. А именно изменения в республиканский бюджет, дополнительные средства пойдут на выплаты медикам, соцработникам, также на пособия по безработице, детские выплаты, поддержку малого и среднего предпринимательства. В общественной палате Карачао-Черкесии подвели промежуточные итоги взаимодействия с общественными организациями республики по борьбе с коронавирусной инфекцией. Члены рабочей группы оперативного штаба и представители различных министерств и ведомств обсудили предпринятые меры и их эффективность по профилактике лечению COVID-19. Подробности расскажет Мурад Джангёзов. В состав рабочей группы оперативного штаба республики по борьбе с коронавирусной инфекцией, которую возглавляет глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов, вошли руководители органов исполнительной власти, бизнесмены, общественные организации и просто неравнодушные жители. Основными направлениями ее деятельности стали укрепление лечебно-материальной базы медучреждений, гуманитарная помощь нуждающимся, информационное освещение и контроль. Рабочая группа, как мы его хотели, наверное, на 100% не получила, совершенствования нет предела, но что-то хорошее получилось, правильно? Поручение главы республики было, когда это началось. Вы все дружите, кто маленький позитив несет в штаб, со всеми дружите, общайтесь и так далее. Вот такая установка была главы республики и вся администрация и правительство придерживались к этому мнению. Ну, не все, конечно, получалось, но, я думаю, общими усилиями практически вот-вот уже эта самая беда уже буквально на днях, я думаю, уйдет в небытие. На средства спонсоров из числа рабочей группы переданы нуждающимся более 3700 продуктовых наборов и около 500 лекарственных комплектов для амбулаторного лечения COVID-19. Контактным центром при рабочей группе оперштаба обработаны запросы 2635 жителей республики с подтвержденным диагнозом COVID-19, которые оказались в сложном финансовом положении. Им оказана не только благотворительная, но и психологическая помощь. Не было счастья, да несчастье помогло. То есть в таких условиях наши народы показали свою мудрость и ковую, что в условиях трудности мы можем объединиться в обрага нашей республики, оставив свои амбиции, свои политические взгляды. Это дорогого стоит. ...и аппаратами жизнеобеспечения все выявленные недостатки проработаны совместно с Минздравом республики. Эти механизмы, которые были выработаны, сохранились и завтра для того, чтобы мы могли открыто за круглым столом разговаривать и взаимодействовать с представителями органов власти. Вот это на сегодняшний день, на будущее, наверное, такой задел, который мы должны сохранить у нас в республике. И это будет примером, как мы поняли, для многих и многих наших коллег и в других субъектах Российской Федерации. Помимо подведения итогов, на заседании обсудили актуальные проблемы и направления дальнейшего взаимодействия органов власти и общественных организаций для координации работы по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией. Мураджан Кюзаврасул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. И вести из оперативного штаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 3957. Из них 2073 человека выздоровели. В COVID-госпиталях проходят лечение 292 пациента. От коронавируса существует бесплатное лекарство, которое помогает 90% населению. Об этом нашему телеканалу рассказала кандидат медицинских наук, кардиолог Зухра Салпагарова. Она 2,5 месяца проработала в красной зоне ковидного госпиталя Сеченского университета в Москве. Доктор также сообщила, что надо сделать, чтобы выйти из посткоронавирусного синдрома. Также она назвала ошибки, которые были допущены в обществе, когда пришла пандемия. Ведущие «Полезного утра» Светлана Шаганова и Руслан Коркмазов задали Зухре Салпагаровой очень много острых вопросов. И узнали, как похудеть, если конституция тела и широкая кость сопротивляются. Зухра Казбековна отменяет все законы жирового сопротивления. Смотрите этот эфир завтра в пятницу в 9 утра. В поселке Марая Горочевского городского округа на завершающий этап вышли работы по возведению нового здания детского сада для ясельных групп. Об острой необходимости еще одного дошкольного учреждения в населенном пункте главы республики Рашиду Тимрезову во время выездного приема граждан в 2019 году рассказали жители населенного пункта. Жители говорили о нехватке мест именно в ясельных группах. Ахмат Халкечев продолжит. Еще прошлой осенью здесь был пустырь и первая строительная техника появилась лишь в ноябре. Ну а на данный момент полностью завершены строительные и кровельные работы. В активной фазе косметическая отделка. В новом учреждении откроются 4 ясельные группы и в них свои первые шаги в увлекательный мир знаний сделают 80 дошколят. Отделочные работы на первом этаже завершены полностью. Остался у нас второй этаж и благоустройство территории в основном. Сейчас работаем над теплотрацией, наружные сети, канализация, теплотрацией и электроснабжение садика. В здании помимо самих 4 ясельных групп предусмотрены медицинский и пищеблок, просторные спортивные и музыкальные залы, а также собственная прячечная. При непосредственном содействии главы Карачаева-Черкесии и Рашида Тимризова строительство нового дошкольного учреждения было начато в рамках федеральной программы «Гемография». Исходя из потребностей населенного пункта и исходя из наполняемости воспитанниками детского сада будет рассматриваться вопрос, будут другие группы или нет. Финансирование идет с федерального бюджета плюс региональный бюджет, то есть бюджет Карачаево-Черкесской республики. Финансирование Карачаевского городского округа не предусмотрено соглашением. Сдача объекта по проекту планировалась к концу текущего года, но благодаря тому, что работы шли с серьезным опережением графика, представители подрядной организации и руководства городского округа рассчитывают, что уже к началу нового учебного года учреждение дошкольного образования распахнет свои двери для своих первых воспитанников. Ахмат Халкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск, поселок Мараяган. Время прогноза погоды, слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременные дождь и гроза, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-18, днем 24-29 со знаком «плюс». В горах ночью до плюс 10-ти, а днем до плюс 21-го. В Черкесии ночью кратковременные дождь и гроза, днем без существенных осадков. Температура ночью 16-18, днем 27-29 градусов тепла. Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. В Ногайском районе продолжаются раскопки древнего кургана, который соединил в себе несколько исторических эпох. Курганный комплекс, который археологи назвали «Адельхалк-2», был обнаружен в прошлом году при проектировании реконструкции дороги, связывающей Карачаево-Черкесию со Ставропольским краем, в районе станции Ураковская. Археологам уже удалось сделать несколько интересных находок. Мадина Каракетова в этом убедилась. Это необычный курган. Он собрал в себе захоронения различных эпох и культур, начиная с эпохи ранней евро-онцы, так называемой ямной культуры, до средневековых кочевников. Как рассказывает археолог Шамиль Джукиев, особенностью кургана является то, что сохранения расположены хаотично, то есть во все стороны света, в зависимости от культуры и обрядов. Изначально курган был построен для конкретно одного человека, а потом уже в дальнейшее время, когда проходили всякие кочевнические какие-то народы, чтобы не делать заново большие курганы, они просто впускали свои могилы уже в существующий курган, и тем самым потихоньку-потихоньку этот курган увеличивался. Руководитель экспедиции Вера Меньшкова рассказывает, что основные захоронения относятся к эпохе бронзы, северокавказская культура, второе тысячелетие до нашей эры. Здесь сейчас происходит рабочий процесс скрытия этих захоронений. Это большие прямоугольные ямы с заплетчиками. На перекрытии ям устанавливались деревянные плашки или бревна, перекрывалась могильная яма, и по углам или на перекрытии укладывались жертвенные животные, части туш. Находки небогатые рассказывают археологи. Это обычное рядовое население, скотоводы-кочевники. В захоронениях бронзовые украшения, которыми расшивалась одежда, костяные бусинки. Ноги погребенных посыпались охрой от стоп до колен. Наиболее интересные для нас были захоронения с армадского времени, это третье первого века до нашей эры. Захоронены были в узких ямах, прямоугольные формы, головой ориентированные на запад ногами на восток. Из сопровождающего инвентаря были курильницы, которые устанавливались в ногах, курильницы оставились для того, чтобы очистить могилу, воскуривались какие-то благовония, от которых остались хорошие следы, четкие следы налета на стенках сосудов. Встречаются и любопытные захоронения. В одном из них останки совсем молодых людей, девушки и мужчины. Они держатся за руки. Археологи предполагают, что, возможно, это был воин убитый в битве, а девушка и его невеста, которую положили в могилу вместе с ним. В одном из погребений нашли настоящий кусочек ткани. По словам Веры Александровны, это явление очень редкое, потому что время уничтожает практически все, иногда даже кости. Скорее всего, по словам археологов, это может быть мешочек, и в нем хранится что-то, хранилось что-то бронзовое, но что пока неизвестно. Время не пощадило кости, но сохранило фрагменты ткани. Был помещен какой-то металлический предмет, который окислился и не позволил ткани разрушиться. Если посмотреть, то да, здесь видно, что окислы зеленые есть, то есть здесь какой-то бронзовый предмет будет. Возможно, это футляр или что-то. Сейчас откроют, посмотрим. Оказалось, это зеркальце 11-12 века так называемого домонгольского периода. Правда, это все еще будет изучаться для точности. Эта курганная группа под названием «Адиль Хаук-2», которая включает в себя три кургана, была обнаружена в 2019 году при проектировании реконструкции автотрассы. Один из курганов, который сейчас и раскапывают археологи, попал в зону строительства. Поэтому к данному объекту по проектной документации в разделе по обеспечению сохранности объекта культурного наследия предписаны охранно-раскопки, охранно-спасательные раскопки. Чем они отличаются от научных раскопок? Тем, что в данном случае целью археологов является сохранение объекта. То есть сохранение имеется в виду, что из-за расширения полотна автодороги физическое сохранение невозможно. И поэтому они путем археологическими методами сохранения объекта раскапывают. Все данные будут занесены в научный отчет Института археологии. Историческая ценность данного объекта имеет большое значение и для истории Карачаева-Черкесии, и для истории страны в целом, говорят археологи. Изучение этого памятника даст дополнительные сведения о ямной культуре и истории кочевых народов. Мадина Каракетова, Али Бастанов, Инна Мостовая. Вести Карачаева-Черкесия. Ногайский район. Очистить береговые линии водоемов, чтобы достойно встретить купальный сезон. В республике стартовала акция «Чистый берег». В Черкесске первым объектом санитарного улучшения стал Большой пруд парка культуры и отдыха «Зеленый остров». Подробности у Али Баташева. Официально купальный сезон пока не открыт из-за пандемии, но некоторых отдыхающих это совсем не останавливает. В рамках акции «Чистый берег» водолазы обследуют дно, а сотрудники поисково-спасательного отряда при помощи магнита вытаскивают на берег детского пляжа посторонние предметы, чтобы купание было безопасным. Очистить береговую линию от мусора и подготовить инфраструктуру пляжа к купальному сезону – главная цель акции. Обычно мы эту акцию проводим в апреле-начале мая, а вот сейчас в связи с коронавирусной инфекцией были ограничительные мероприятия. В ходе ослабления этих мероприятий принято решение, МЧС России издал соответствующие документы о проведении этой акции. Она, я подчеркиваю, сейчас ежегодная у нас с целью подготовки всей инфраструктуры, чтобы граждане, когда пришли на берег водоема, он был чист, подготовлен и безопасен с технической точки зрения. Спасатели укрепляют разделительную линию детского пляжа и устанавливают ограничительные бои. А огнеборцы пожарно-спасательной части Черкеска разравнивают песок, доставленный мэрией республиканской столицы, на одно из самых популярных мест отдыха горожан. Завезли песок, который необходим для всех отдыхающих. Это детский пляж, взрослый пляж. Произнят также обработка от клещей. Это буквально по неделе. Также сделана обрезка всех деревьев, за которые народ сильно переживает, много пишет, много говорят после этого случая. На сегодняшний день мы готовы почти уже принять отдыхающих и жителей, гостей нашей республики. Купаться пока нельзя, а вот участвовать в акции «Чистый берег» можно. Она продлится до 29 июля, говорят сотрудники МЧС. Это поможет навести порядок на прибрежных территориях и улучшить санитарное состояние водоемов республики. Али Баташев, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. Таким был четверг Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас финальной серии фильма «Березка». Приятного просмотра и ждите только добрых вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова